Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть перископ детского взгляда Из войны всплывает И через призму видения Ребенка Это все подано Хотя взрослые герои тут тоже есть Я специально отказалась Вот от этих батальных полотен Хотя писатель Ну если он нормальный художник, мастер Он и батальную сцену может написать Не переживя ее Елена, вот мы о наградах заговорили О том, что это необходимо писателю Для того, чтобы почувствовать свое место Скажем так Вот на этих книжных полках О которых сейчас много И как ни странно Писатели пишут много Издаются много всякой литературы А читают все меньше и меньше Это отдельная история Ну и издаются тоже меньше Я просто хочу сказать о том Что художнику важно все-таки Писателю важно какая-то оценка И мнение профессионала И мне хочется в этой связи прочитать Ну скажем так Оценку вашего творчества Которую дал известный литературный критик Лефанинский Его имя известно профессионалам А мнение уважаемо Так вот, что он сказал Очень сильно пишет Елена Крюкова Правда, речь шла о стихах Одно ее стихотворение было напечатано в Новом мире И Евгений Евтушенко назвал его лучшей вещью года Когда это было, что это было за стихотворение, чему оно было посвящено И чем бы так понравилась Евтушенко Потому что из его уст услышать Вот это лучшая вещь года Это лучшее стихотворение года Это, конечно, это сильно Наташа, вы знаете Мне кажется, что я могла Евгению Евтушенко Понравиться сочетанием Ну, очень два банальных произнесущих от слова Жизненности, жизни и искусства Потому что если перевес искусства Произведение искусства Оно может быть Это искусство от слова искусственный Может, таких много произведений А если перевес жизни Это может быть просто слепок жизни Очередной, банальный Такой копирующий жест Вот так вот было И я сделала Ну, как в жизни Вот хорошо А вот в «Страстях по Магдалине» Фрагмент из которых был в Новом мире И тогда Евгений Евтушенко и приметил, видимо, этого художника молодого То есть меня, который работает в счастливом сочетании двух этих начал Я так думаю сейчас И даже какую-то антологию включил он, да? Да, в «Строфы века», но он включил не из «Страстей по Магдалине» вещь А включил стихотворение, фрагмент из большой книги стихотворения Кхаджураха «Книга любви» Все эти ремисценции, о которых мы говорили Все вот эти персонажи, в основном, очень много мифологических персонажей И в поэзии, и в прозе, да? Или исторических, как минимум Вот все эти ремисценции Они понимают читателям правильно? Нынешний, современный читатель Все понимает Все понимает, да, о чем идет речь О ком идет речь Понимает ли он это? Знает ли, кто такая Беллона? Да, да, да Кто это вообще? Или что это? Это богиня войны Может, это блюдо такое вообще? Да, или город Или город какой-нибудь в Италии, к примеру, да Конечно, Беллона, дуэллона, богиня войны в Древнем Риме И ясно, что люди при этом лезут во всевозможные энциклопедии, википедии И разыскивают, и разыскивают, и видят, и читают Если захотят Если захотят А вот так вот глаз остановится на названии Да, там она в тексте появляется, в интермедиях И мифологические какие-то имена, персонажи, перечисления Они тоже могут быть разные у разных авторов Например, один натолкает, напихает массу мифологических имен Там в свои, например, тексты Или массу фигур на холсте нарисуют Они жить не будут Потому что это всего лишь использование этих персонажей на своей площадке И что? Они же должны жить Как они должны жить? А другой даже ни одного не произнесет имени Например, Диана, Афродита Там, я не знаю, кто Ну, та же Беллона Беллона, Марс, Зевс, Гера И он не произнесет А это все будет почвой Это все будет дышать и жить Именно в самой ткани, в самой жизни Ну, смотрите, с другой стороны миф миф Но вот этот миф, как мне показалось По крайней мере, в Беллоне Очень перекликается с тем, буквально с острым нынешним моментом Социально-политическим, если простите за это Вы когда это писали, вы осознанно сделали такую аллюзию? Или она просто так считывается? Многое автор, конечно, считывает И я, когда работаю Я, наверное, мало что осознаю Как будущий читатель Но я много чего осознаю Как автор, который что-то делает здесь и сейчас И он должен положить именно этот мазок А результаты, последствия этого мазка Я, конечно, не осознаю Ну, вот, что касается вообще политики или геополитики Вот у меня вышел новый роман «Евразия» Он был опубликован в ряде журналов в прошлом году, в 17-м Каких исторических журналов было? Он был, значит, в «Неве», часть, которая звала «Четвертый» У тебя была какая-то дружба с этим журналом? У меня дружба с тремя замечательными журналами России Это «Нева», это «День и ночь» и это «Дружба народов» То есть Питер, Москва и Красноярск «Дружба народов» — это легендарные издания Ну, это такие издания Ну, «День и ночь» уже после того, как это все основывали Виктор Астафьев и Роман Солнцев Уже сколько лет этому журналу 25 лет будет, кстати, в этом году Будет большой юбилей И в Москве будут такие грандиозные события по этому поводу Просто еще ряд журналов Это «Кольцо А» московский Это журнал «Заза» в Дюссельдорфе И сейчас большой фрагмент из Евразии Фактически журнальный вариант этой вещи Будет в «Дружбе народов» в третьем номере И в этой вещи я захватила, вот зацепила Просто зацепила совершенно наглой рукой И геополитику, и наше время И наших людей, и маргиналов, и святых И людей, которые прекрасно понимают, что происходит И людей, которые как дурачки смотрят И не видят даже очевидных вещей И вот все это, все это, это большая тоже фреска Но там всего четыре героя Трое мужчин и одна женщина А это не есть политическая конъюнктура? Задам ей такой вопрос Да, это очень хороший, Наташенко, вопрос Я очень благодарна вам за этот вопрос Почему? Потому что я решала вот это все Все это плоти, кровь, все эти жизни Все эти души и сердца Все эти географические перемещения по лику Евразии огромной Потому что там и Бурятия, и Турция, и Урал Подозрительно Сирии и Крым, вот это подозрительно Как всегда у нас, теперь это всегда будет подозрительно Еще много лет Еще много лет все будет очень подозрительным Но люди живые, которые через это проходят Они, мало того, что они достойны быть запечатленными Так сказать, пышно выразимся Художникам Но художник ориентирован при этом на вечность Давайте вот мы тут остановимся На вечность У нас будет рекламный блог Художник ориентированный на вечность После рекламы мы продолжим Это Арселонга, не переключайтесь Это Арселонга, мы продолжаем сегодня у нас в гостях Писатель Елена Крюкова Не только писатель, но и поэт, музыкант Елена, один из ваших новых романов Там такие очень интересные герои Ленин, Сталин Не боитесь, что... Побег Да, побег называется Не боитесь, что постигнет ваш роман Такая же участь, как фильм Под названием «Смерть Сталина», который взяли из кинотеатров Нет? Не боитесь браться за таких персонажей? Я ничего не боюсь уже Я делаю... Роман, великолепный вопрос Боится ли художник? Ну да, потому что у нас как? У нас если пишешь про там Я не знаю, там вот Очень много сейчас таких проблем Что вот вы сняли исторический фильм Или вы написали историческую книжку А в жизни все было не так Это ложь, это издевательство над историей И так далее, и так далее Точно, точнюхонько говорите И ведь фантазии, по большому счету Ну, основанные на правде Но вот те куски, которые я читала Все-таки это фантазия авторская И автор представляет Эти исторические персонажи Он встает в ту ситуацию В какую он считает нужную Вот В какой он, конечно, их видит В какой он их видит? Он же не документалист, чтобы воссоздать И не мемуарист, чтобы вспомнить Художник, если художник Он встает к Мольберту и пишет картину Ну вот, ну, Рембрандт Ван Рейн Ну вот, например, он пишет картину Ассур, Аман и Эсфирь Он же при всем присутствовал При том, как ужинали вместе эти люди И какие были между ними напряги Какие трагедии Там молнии били между ними Бушевали между этими тремя А тут в побеге Получается такая штука Что бочки-то на меня уже точно покатили Потому что фрагмент был в ЗАЗА Какие-то я показала на Фейсбуке ЗАЗА – это журнал в Дюссельдорфе Очень интересный, да, очень интересный Я его рекомендую Да, он для русско-пишущих людей И для авторов, кто по-русски пишет во всем мире И принимают запросто всех, у кого просто хороший дельный текст Так вот, меня уже обвинили в том, что я кощунствую Что я пляшу на костях Что я там еще что-то такое неприличное вообще делаю С великими и высокими святыми людьми А речь идет вообще о ком там? Там вообще четыре главных героя Это Ленин, Сталин и две Нади Надежда Крупская и Надежда Аллилуйя То есть Аллилуйя, Крупская, Ленин, Сталин Там еще мужик Епифан Петров Который в горках был таким всемирным помощником Ну, мужиком на подхвате, что называется Принести, унести, перемести Он был реальный или это придуманный персонаж? Мужик-то был реальный Но персонаж придуманный Но персонаж придуманный Что я могу? Я только как Лев Толстой отвечаю Нет, Андрей Болконский, это вот нет Значит, Илья Ильич Ростов, это не Николай Ростов Нет, княжна Мария, это не Мария Николаевна Болконская Нет, хотя, в принципе, и к Наташе Ростову Вы же пристегивали ярлык Танечки Берс Потому что все, конечно, прототипы существуют И здесь получилось, что эти четыре героя для меня Они вот стали почти античными трагическими героями С одной стороны То есть превратились в миф Они превратились в миф внутри меня Но показывала я их как живых людей Это роман о живых людях На самом деле, когда меня по солдату и царю Тоже вообще мутузили и говорили Как? Это было совсем не так Это вот совершенно красноармейцы Что это за Мишка Лямин такой И что это за люди, которые сторожили их А как они себя вели, цари А ты что тоже при всем присутствовал Ребята, ну давайте тогда не писать исторические романы И не снимать исторические фильмы совсем И не снимать совсем Я вот этот весь спор Который сейчас уже в неких культурных кругах Называется Матильдовщина Матильдовщина Я этот спор вообще не приняла и не поняла Потому что, ну как, вот, например Человек нападает на другого человека Он что-то в искусстве сделал не так Но не нравится Вы думаете, мало на Пикассо нападали? Или мало нападали там на того же Дерена На того же Дюфи А вы как правильно их всех признавали после смерти только Это нормальное явление Я как музыкант до сих пор с болью Припоминаю этот исторический случай с Жоржем Безе Когда премьера Кармен провалилась с треском Когда сцену забросали тухлыми помидорами Тухлыми яйцами и вообще калошами Ну и у Чехова с проваливались сцены пьесы Да, да, да Это нормальное явление Вы понимаете, что неприятие Или ругачка всякая Которая на художника идет Это нормально У меня такой вопрос очень женский А может писатель Елена Крюкова Написать когда-нибудь любовный роман? Боже мой Я его когда-то написал Но это была такая ранняя очень вещь Империя Че Называлась эта вещь Она не просто любовная А даже такая массированная, эротическая Империя Че Это прям отсылка к фильму японскому К фильму Асимы, конечно, да В какой-то степени Но фильм Асимы гораздо более реалистичен и страшен Империя Че Моя Это такая милая Такая бабская фантазия Я еще писала такие тогда вещи Как многие женщины, которые начинают писать Они пишут романтично, многословно, цветисто, нагруженно Просто в отличие от тех женщин, которые писали так Пошло я не писала Давайте, если подводить итог нашему разговору Поговорим все-таки о книжном сообществе О книжном бизнесе И о том, как сейчас вообще издаются писатели Мы все понимаем, что провинциальному писателю Живущему в Нижнем Новгороде Не формата Дарьи Донцовой, грубо говоря Издаться сложно практически На бумаге Как вы выходите из этого положения? А еще сложнее полюбиться читателю Который привык Ни промоушена, ни продвижения Который привык к легкому жанру Во всем Он уже избалован Тем, что не заставляет думать Если нужно включать мозг Здесь Лучше не надо Читатель отодвигается Хотя, может быть, я ошибаюсь Наташенька, великолепно Гениальный просто вопрос Вопрос этот На самом деле А вообще звучит Еще Проще В переводе на мой собственный язык Он звучит так Ленк, ну как ты живешь? Вообще, как ты живешь? Ответ Я живу Не думая О том, как я буду издаваться Я напишу Где я Возьмет меня крупный издатель Хорошо Спасибо тебе издатель Возьмет меня мелкий издатель Хорошо Возьмет в России Скажет Лена, это чудесно Я завтра это все в печать Спасибо Возьмет меня издатель Там в Париже В Дюссельдорфе Или скажет Лена, переводи Евразию на английский Вот Евразия сейчас переводится на английский Потому что в Париже Как это ни странно Нашлись люди Которым это стало интересно А если издатель не возьмет Вы опубликуете сами в интернете Правильно? Я не опубликую сама в интернете У меня есть издатели С которыми я работаю Два издателя Очень хорошего Это издательство Заза в Дюссельдорфе И издательство Риды Ро в Екатеринбурге А я хочу спросить Все-таки о встречах С обычными рядовыми читателями Которые периодически Все-таки бывают? Правильно? Еще как бывают И как они проходят И как реагирует публика Когда им автор читает Вот эту казалось бы Не очень простую прозу Как проходят эти встречи? И появляются ли поклонники? Встречи мои проходят Очень интересно Потому что формат концерта Я же музыкант И я в какой-то степени актриса Но я 25 лет прожила на сцене Просто на сцене Как музыкант И как инструменталист И как певец И так далее То есть я знаю Как слепить концерт И я его делаю тематическим То есть я его привязываю Например К какой-то своей книге Вот старые фотографии Они вот получили Недавно в Челябинске Я съездила Международную Южноуральскую премию Я в Челябинске дала Моноспектакль По старым фотографиям Но до этого Такой же спектакль Я дала в Балахне И в Богородске Здесь Вообще полный зал народу Люди воспринимают это на ура А там я читаю стихи Например В старых фотографиях Из реквима для отца То есть стихи О том прежнем времени Которому старые фото И посвящены Пою песни тех лет 30-х, 40-х, 50-х Как некая Клавдия Шульженко И при этом я читаю Просто сценические Драматургические отрывки Из романа Небольшие Прозу очень трудно Подать в театральном формате И можно это выбрать Только буквально Несколько абзацев И все это вкупе Все это вместе Производит Ну яркое, хорошее впечатление Что не знаю, как сказать Спасибо огромное Спасибо огромное Успехов всяческих На сцене Наташа Романова На бумаге На бумаге В издательствах Да, в общем-то Это очень Меня обрадовало Сегодняшняя встреча Потому что мы могли Что-то важное Рассказать И зацепить Какие-то Моменты жизни Писателя Над которыми Стоит подумать Ну а мы двигаемся дальше И сейчас Слово Юрию Немцову Это же вот все по ходу идет Сами видите Я ничего не придумал Просто Просто кисточкой машу Конечно же Очень скучаю Когда очень долго Не хожу в мастерскую Потому что Мастерская Это мало того Что это как бы Вот работа Это доктор Это психотерапевт Когда тебе сложно Когда у тебя Трудные моменты В твоей жизни Первым делом Нужно Идти в мастерскую Она тебя вылечит И радость И горе Все время вот С этой подружкой С этой мастерской Ну вот сегодня Почему-то я решила Что пора уже Конику-то этому Или этой птичке У меня Даже сложно сказать Вот Пора уже наверное Пускать его в дело Ну Я еще пока не знаю Что здесь будет Сейчас кисточка подскажет Прикосновение кисти К поверхности И вот и начало Я решила Что Вот у него здесь У этого Ковшика Внутри Будет рыжик Рыжик Это солнышко Вот Мы сейчас такое Солнышко сделаем А как правило Солнышко Укладывалось На дно чаши Которую расписывали Художники И Это являлось Как бы Благословением Вкушающего Из этой чаши Конечно же Основным материалом Таким вот С которым работает Мастер Художник Это природа Окружающая нас Потому что Вот я даже помню Когда я только Начинала учиться В цехе Идут женщины На работу Одна идет Там с веточкой Там рябины Другая идет Там с веточкой То есть черемки И в итоге Все зависит от мастера Ведь в традициях В рамках традиции Можно Очень много Сделать своего Не нарушая Этих традиций Можно глаза Рыжику Нарисовать Глаза? Нет Нет Вот рыжику Глаза я рисовать Не буду Ну Можно Или нельзя Ну Наверное Можно Только Я этого делать Не буду Потому что Это делать Нельзя С меня Мама Взяла Слово Чтобы я Шла В своем Творчестве Именно По традиционным Таким Корневым Каналам И даже Знаю На каждый Штрих Я точно Знаю Что бы мне Сказала Мама Она бы У меня Вот за этот Рыжик Все бы Что думает Сказала И еще Сказала бы В суе Не пишут Я И говорю И пишу А вот Про травы Как раз Удивительное дело Вот Вероника Михайловна Вишневская Наставница И моя Наставница Она все время Говорила Девчонки По хулиганте По хулиганте Что значит По хулиганте Отпустите кисть И отпустите Мозг свой Вот дайте Возможность Просто подвигаться И выводила Маму У нас Дом Как бы На берег На горе И под горой Такой дол И растет Осока Такая И ветром Когда Высокая осока И когда ветер Колышется Вот Прям такие волны И она говорила Олюшка Вот ты посмотри Ты посмотри Как они Вот Когда пишешь Кисть Вспомни Как у тебя там Осока Колышется Под ветром Пойдем Вон В болото К болоту И ты увидишь Как Осочка Сгибается От ветра Вот так Так Сгибается Она меня знаешь Вот как Научала Уводила Вон в тот дол И на самом деле Там густая была Осока Вот она так Ветер колышет Ее И она так Нагибается Я летом Обычно в деревне Когда мама была Живая Я Деревня По два с половиной месяца По три Перехожу сюда В мастерскую Боже мой Беру в руки Кисть Я вообще Ничего не умею делать Оказывается Но в руке Есть память И она Делает Своё Дело Кто движет Или что Движет Рукой Мастера Наверное Господь Бог Я точно Даже не знаю Что может Твигать Во-первых Вот желание Чтобы то Что ты уже Как бы задумала Получилось Это раз Во-вторых Как говорила мама Чтобы не оплошать Что значит Не оплошать То бишь Сделать так Чтобы достойно Это было И чтобы тебе Самой нравилось Как правило Наоборот Бывает так Обычно Недоволен Своей работой Мастер Мама снится Мама мне К сожалению Не снится Наверное Потому что Я её просто Очень часто Вспоминаю Здесь будет Кудрина Вот это Будет Похоже Похоже Вот на Ату птичку То есть Совершенно Другая Кудрина Это Вот Мамина Работа Вот она Ну вот То что я Говорила Что Разная Роспись То есть Вот здесь Роспись Кудрина На фоне На красном Так Так И вот Как раз Внутри Лёгкий Травный Орнамент Это травушка Или же Ещё под листок Ягодку Это понятно Вот При всём при этом На себя Вообще Эта роспись Почти Почти ничего Не берёт А вот Здесь Здесь Вот уже Всё Основной Сюжет Идёт И Композиционно Законченная Такая вещь Красивая птичка Да Ну мне Так Не написать Конечно Она мне Всё время Говорила Надька Ты как Топором Рубишь Пишешь То есть Я люблю Какую-то Конкретную Линию Такую Мощную Чёткую Насыщенную Такую А у мамы У мамы У неё Линия Такая Лирическая Какая-то Такая Свободная Вот Без каких-то Без комплексов А у меня Видно Комплексов Наверное Много Я так думаю Ну Вот Вроде Как бы Завершена Работа Но я Это Сейчас Уберу И Сотру Да По одной Той причине Что Как раз То Что в суе Делать Нельзя И то Что я Сегодня Сделала На ваших Глазах Мне Совершенно Не понравилось Здесь Будет Наверное Какой-то Другой Рыжик А может Даже Ещё И пряник Вот Я ещё Подумаю И посмотрю Поэтому Ничего Страшного Просто Здесь Родится Какая-то Новая Тема А с этой Мы Завершили Афиша Самых ярких Культурных событий Наступающей недели В программе Арслонга На сцене Кремлёвского Концертного Зала Народная Артистка СССР Элисовер Саладзе И Академический Симфонический Оркестр Под управлением Александра Скульского В программе Концерты Бетховен И Шуман Выставка Живописи Максима Приданова Открылась В галерее Луна Экспозицию Составили Работы Созданные За последние Несколько лет Святая Нежность Выставка Про котов Ангелов И некоторых Своих работ Приходите И наслаждайтесь Пусть только На картинах Но весна Пришла В кинотеатре Орлёнок В рамках проекта Настоящее кино Новое исследование Неповторимой атмосферы 20 века От одного из главных Американских режиссёров Пола Томаса Андерсена Который через 10 лет После нефти Снова объединился С трёхкратным Обладателем премии Оскар Дэниелом Дэй Льюисом На сей раз Для того Чтобы снять Драму О кройке Шитье Мизантропии И правильном приёме пищи А Синема Парк Театр HD Представляют постановку Театра Олд Вик Суровое испытание Ричард Армитедж Исполняет главную роль В новой завораживающей Постановке Классической американской Драмы Артура Миллера В основе пьесы Лежат печально известные Судебные процессы Над салемскими ведьмами Это лишь Некоторые события Которые стоит увидеть Живите культурно Это всё о чём мы хотели Рассказать вам сегодня Ищите нас в фейсбуке На ютубе На сайте ННТВ.ТВ И в эфире Телекомпании ННТВ Каждую пятницу вечером Всего хорошего Увидимся Редактор субтитров А.Семкин